Приезд Константина Сумора в Каменецкий район начался с посещения проблемных объектов. На станции обезжелезивания «Пеночка» губернатор проверил качество производимой воды и уровень содержания в ней железа. Поскольку на предприятии за последние пять лет повысилась мутность и цветность воды, главой региона было дано указание организовать вторую ступень очистки, чтобы сократить содержание ржавчины в жидкости, которой пользуется 95% населения Высокого. Следующим объектом посещения стал обширный парк самого западного города Беларуси. Сегодня он выглядит диким, если не сказать заброшенным. Отдыхающим не хватает цивилизованных дорожек, скамеек и инфраструктуры. Я еще раз убедился, что такие встречи полезны. И мы договорились, в конце концов, как итог, что мы обязательно по городу Высокого отработаем определенный план нашей работы, и план действий обесполкома, в котором пропишем все те самые главные задачи, которые нам надо решить, например, сегодня, что мы будем решать завтра, послезавтра. И таким образом за 3-4 года мы снимем все те проблемы, которые кричат тут, которые лежат на поверхности. Еще одна острая, как скальпель, тема для высоковчан – городская больница, и в частности ее хирургическое отделение. В последнее время среди горожан ходят слухи о закрытии блока или даже всей больницы. Но в действительности местное отделение хирургии работает неэффективно. За прошлый год здесь провели всего 54 внутриполосные операции. Поэтому речь идет не об ущемлении права больных на лечение, а о качественном преобразовании больницы. Хирургические послуги в городе высоком будут, как оказывались, а так и будут далее оказываться. В этих объемах и в этих померах, как они сегодня оказываются. Размова идея сократить, скоротить само хирургическое отделение, не робить его таким великим. Финальной, но совсем неформальной частью поездки губернатора в высокое стала встреча с жителями города, на которую пришло более 300 человек. Особенно многословны были представители местной оппозиции. Обвиняя исполнительную власть в слабом развитии населенного пункта, очень немногие из правдорубов оказывались способны на конкретные предложения и частные поступки для обустройства родного города. Каждый гражданин имеет свою волю зеленью. Никто, я подчеркиваю, никто не имеет права оказывать на его влияние. Поменять или что-то изменить, примутить его поменять эту статью. Пожалуйста, почитайте дома эту статью. И 34-й, обратите внимание. Дальше я закрою. Что касается специалистов. А вы еще можете, если найдете статью, которая говорит, что должен человек, обязанности человека там прописать? Выполняем, работаем. Такие встречи для меня полезны. И мы поснимали и вопросы, которые где-то будоражили, и особенно некоторые люди, которые настроены оппозиционно. Потому что тут было явно видно 5-6 человек, которым хотелось помитинговать. А все остальные очень конструктивные люди, которые болеют за свое развитие города. И мы все-таки сделаем все для того, чтобы к власти было меньше проблем, в том числе и к городскому горсовету города Высокое. По итогам дня информирования на ряде объектов города, в том числе в местной школе, руководством области было решено провести ремонтные работы. В разрешении конфликтных вопросов и заключается смысл дня информирования. Ведь кто владеет информацией, тот владеет миром. И управляет ситуацией, которую эффективнее всего решать при холодном рассудке. И в высоком уровне личной ответственности.